приветствую друзья я виталий портников михаил горбачев умирает на фоне большой войны на востоке европы самой большой войны со времен окончания второй мировой войны между бывшей первой республикой того самого советского союза который он возглавлял и бывший второй республик ничего более кошмарного еще несколько десятилетий назад и представить себе не могли запад провожает горбачева как лидера который покончил с холодной войной и именно поэтому о нем говорят как а в одном из самых масштабных руководителей в новейшей мировой истории но если внимательно посмотреть по сторонам окажется что холодная война вовсе и не закончена и не только для украины для которой сейчас продолжается самая настоящая горячая война но и для западных стран ведь после краха советского союза россия сохранила и приумножила его ядерный потенциал у россии и сейчас есть все технические возможности чтобы уничтожить человечество и при этом нет никаких реальных политических рычагов которые позволили бы избежать подобного исхода в случае если власти в россии придет безумец или может быть уже пришел и и тут возникает достаточно простой вопрос а был ли горбачев настоящим реформатор ведь если его реформы были бы достаточно успешными мы бы не находились в том состоянии в котором находятся сегодня смерть михаила горбачева на фоне этой большой войны и есть по сути ответом на вопрос что происходило в советском союзе в конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия советский союз просто исчерпал себя как государство способное с одной стороны угрожать цивилизованному миру а другой прокормить собственное население это и другое было уже непосильной задачей для советских лидеров нет впрочем угрожать западу они еще могли ядерного оружия для этого бы хватило но вот прокормить население никак не получалось горбачев даже не изменение пытался начать а гайки пытался приоткручивать при этом куда собственно идти в какую такую сторону как менять государство как находить взаимопонимание между союзными республиками в которой практически сразу после того как гайки начали откручивать вспомнили что они никакие не части исторической россии а самые что ни на есть суверенные народы государства он решительно не понимал очень часто говорят об экономической беспомощности горбачев но когда речь идет о вопросах национального характера то его беспомощность проявляется в еще большими и если в экономике горбачев просто не мог и не хотел разбираться поэтому реальные изменения начинались уже после того как он лишился поста президента советского союза то в национальном вопросе он вел себя как ребенок игравшийся со спичками и пытавшийся понять что же будет если поджечь вот здесь вот здесь и вот здесь потому что именно попытки поджечь были главными действиями советского руководства когда речь шла о усмирении непокорных советских республик на горный карабах он ведь начинался при горбачеве то самое при днестрове который остается раны на теле республики молдома все что начиналось при горбачеве абхазии южная осетия сецессия которых помогла владимиру путину дмитрию медведеву тысяча восьмом году начать войну против грузии все это начиналось при горбачеве до советское руководство старалась не обострять ситуации в украине по той причине что утратила контроль над российской федерации и воспринимала украину в качестве той самой республики на который будет опираться если нужно будет изменять и переформатировать советский но как видим самой методологии кремля создавая государство инвалида чтобы это государство не могу никак двигаться владимир путин успешно воспользовался уже в двадцать первом столетии да разумеется многие люди которые жили при коммунистическом режиме благодарны горбачеву хотя бы за то что они при нем не живут но если посмотреть на россии то путинский режим имеет уже все признаки тоталитарно да без коммунистической идеологии но в последние годы брижневизма это идеология была скорее фиговым листком на теле тоталитаризм до с рыночной экономикой но рыночная экономика по сути контролируется криминальными кланами примерно так же как все контролировалась кланами в условиях рыночной экономики советского союза и той административно плановой системы которая была в этом государстве так что особых перемен по крайней мере для россиян не произошло а для жителей других бывших советских республик произошло по мере их способности в этих переменах участвовать только как мы видим те кто действительно хотели изменений сейчас находится состоянии конфликта с россией кто в войне а кто в предчувствии и это тоже разумеется поднимает вопрос об подлинном политическом наследие михаила горбачева достаточно слабого правителя которому досталась большая но слабая держава с которой он так и не знал что ему делать до последнего дня пребывания в должностях генерального секретаря ЦК КПСС и президент советского союза спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на подписывайтесь на мои социальные сети на канал в патреоне который помогает нам развивать эти проекты пользуйтесь функцией спонсорства в самом youtube миром подписывайтесь на мой канал